23 февраля прочитал в интернете. Вы нас врасплох не застанете, мы спим по очереди. Еще несколько дней назад им аплодировал весь мир. Но пьедестал почета близнецы Антона и Кирилла Бородачева подняли за серебряной медалью в командном зачете фехтования на рапирах. Сейчас спортсмены уже в Самаре, строят планы на будущее и возможное участие в Олимпиаде, которая через три года пройдет в Париже. Домой приезжать очень приятно. Антон сказал, когда мы прилетели в аэропорт и нас там встретили. Антон сказал, что нас теплее, чем в Москве встретили. Но это на самом деле так ощущалось. Я полностью с ним согласен. За сложной наградой на родину вернулся и Павел Сухов. Он также взял серебро на в командном зачете фехтования на шпагах. Таким образом, в копилке нашего региона уже две победные медали. Вторым местом немного огорчен, говорит не скрывая Павел. Поэтому планирует вновь заявить о себе и вернуться за золотом. Ну а пока нужно принять многочисленные поздравления, пообщаться с родными и немного отдохнуть. Они проходят в приятных хлопотах. Постоянно звонят. То есть куда-то нужно ехать, где-то сфотографироваться, где-то там расписаться. Но это все приятно, конечно. Сегодня призеры Олимпиады побывали в школе Олимпийского резерва, пообщались с молодыми спортсменами. И из рук губернатора приняли цветы, денежные сертификаты в 2 миллиона рублей и дипломы. Вы вносите огромный вклад, в первую очередь, в популяризацию здорового образа жизни здесь, в России, в нашей самарской земле. На вас равняется мальчишки и девчонки вот с такого возраста, которые восхищены книжками про мушкетеров, которые восхищены видом спорта, которые любуются на вас сегодня и гордятся вашими победами. Это очень важно. Спортсменов поблагодарила и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. На днях она прибыла в Самару с рабочим визитом. В настоящее время, отметила Елена Шмелева, обсуждается создание спортивных классов во многих регионах страны и внедрение программы индивидуальной подготовки для будущих олимпийцев. За счет такой интегрированной подготовки ребята смогут участвовать в любых соревнованиях и при этом изучать другие, к примеру, научные или гуманитарные дисциплины. Мы очень хотим, что все от нас зависящее, чтобы, во-первых, занятия спорта были массовые, были бесплатные. Была бы возможность поддержать сначала интерес, когда все очень хотят заниматься спортом, чтобы потом как раз уже происходила специализация, если она будет уже поддержана и тренерами, и педагогами в общей жизни. В этот же день глава города и руководитель образовательного центра «Сириус» побывали и в 8-й Самарской школе. Здесь прошла встреча с родителями учеников, которые похвалили педагогический состав учебного заведения и попросили решить вопрос с ремонтом здания. Ситуацию обсудят детально и окажут возможное содействие. Ольга Павло, Николай Епифанов, События.